Российская экономика в фазе болота. Потому что мы видим дефицит идей. Многие вообще не хотят видеть российский риск в своих портфелях. Акций иностранных компаний в моем портфеле нет. Да, в нулевых мне, наверное, ничего, кроме акций. И не надо было. Любая палка, которая в окно в землю, приносит плоды. То, что написано в учебниках, оно действительно работает. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, я Андрей Мовчан в новой совместной с Forbes программе, которая будет посвящена инвестиции. Мы приглашаем в эту программу известных и успешных людей, бизнесменов, экономистов, ученых, которые будут рассуждать здесь о секретах своего инвестирования, о том, как они смотрят на инвестиционные рынки, о том, как относятся к капиталу, как занимаются своими деньгами. Ну а зрители, помимо того, что они могут увидеть и услышать про то, как инвестируют успешные люди, могут почерпнуть из этой программы много полезных и абсолютно бесплатных советов о том, как приумножать свои инвестиции и получать больший доход. Сегодня мы, как обычно, разговариваем про инвестиции, разговариваем с человеком, который про них знает, возможно, больше, чем кто-либо другой из моих недавних собеседников. Это Кирилл Тремасов, директор по инвестициям «Локаинвест» и ведущий одного из самых популярных финансовых каналов в Телеграме «ММАЙ», у которого уже на сегодня около 50 тысяч подписчиков. Кирилл, еще раз добрый день. Здравствуйте. Я даже не знаю, с чего начать наш разговор, поскольку вы знаете об инвестициях столько, что нам потребовалось бы, наверное, много часов, чтобы это обсудить. Давайте говорить о вас, а не о ваших клиентах. Вы сами инвестируете во что-нибудь? Ну, у меня, наверное, традиционный портфель, исторические акции, преимущественно российских компаний, облигации в форме инвестиций в паево-инвестиционный фонд, ну и немного депозитов. Вы сколько лет занимаетесь инвестированием вообще для клиентов и для себя примерно? Я с 97-го года работаю на рынке, и моя работа – это всегда был стык аналитики и инвестиций, точнее, аналитики и управления активами. Наверное, все-таки я бы, что я знаю, бэкграунд охарактеризовал как именно аналитическая исследовательская работа. Но был двухлетний перерыв в этой деятельности, когда я работал в Министерстве экономики. У меня просто немножко резонула слух фраза о том, что у меня стандартный выбор. Стоит ли быть известным экономистом и хорошо разбираться в макроэкономике, чтобы сделать в итоге стандартный выбор в инвестициях? Чем он обусловлен? Знаете, я вот заметил, что то, что написано в учебниках, оно действительно работает. И я заметил, что с возрастом действительно меняется структура инвестиционного портфеля, меняется в силу склонности, изменение склонности к риску. Да в нулевых мне, наверное, ничего, кроме акций. И не надо было, когда акции российских компаний. Я помню тогда, любая палка, которая ватнул землю, приносит плоды. Также бурный рост недвижимости. Сейчас, очевидно, снизилась склонность к риску. Очевидно, выросли обязательства, семья, дети. И большого риска уже брать не хочется. Плюс ко всему, если в нулевых я всегда искал истории роста, отдавал предпочтение тем компаниям, в которых есть какой-то потенциал, идеи развития, то сейчас, наверное, это преимущественно такие зрелые уже компании, которые генерят стабильный денежный поток и предсказуемо делятся этим потоком с акционерами. Но, собственно говоря, это соответствует сейчас изменению в российской экономике. Ведь российский фондовый рынок, он изменился вслед за изменением ситуации в экономике. Сейчас истории роста-то вы не найдете, по большому счету, на нашем рынке. А, кстати, вы заговорили про название стран. И напрашивается вопрос, а ваши инвестиции, насколько они глобальны, насколько они локальны, географические? Вот фонд облигаций, в который я инвестирую, он работает на различных зарубежных рынках. И вот с этой точки зрения диверсификации есть. Акций иностранных компаний в моем портфеле нет. Это исключительно акции российских компаний. Я здесь, наверное, в силу того, что всю жизнь занимался аналитикой, я понимаю, что возможности ограничены. И если я, как мне кажется, более-менее хорошо разбираюсь в каких-то российских именах, то для того, чтобы инвестировать в акции, скажем, американских компаний, но это требует серьезного погружения, серьезной работы, вот так просто, там, вслед за толпой, мне этого делать не хочется. Мне вообще инвестиции доставляют, скорее, удовольствие. Я вот в детстве, всю школьную жизнь посвятил шахматам, играл. Доигрался-то кандидат в мастера. И вот, как сейчас помню, мне всегда наибольшее удовольствие доставляла длинная партия, там, 4-6 часов даже. И удовольствие доставляла именно логика игры. Когда ты приходишь к победе, логически выстраивая всю эту игру. Вот короткие партии на зевке соперника, когда выигрываешь, или какую-то атаку проводишь внезапную, доставляли меньше удовольствия. Вот, в принципе, у меня такое же отношение к инвестициям. Наибольшее удовольствие приносит... Да, безусловно, цель инвестиции — это зарабатывать прибыль, получать высокую доходность, но наибольшее удовольствие приносит не какое-то вот мгновенное, быстрое обогащение, а вот именно проработанная инвестиционная идея, когда ты глубоко разобрался в компании, осознанно понял, зачем эта компания тебе в портфеле, и через какое-то время эта идея сработала. Мне ближе всего именно понимание взаимосвязи между финансовыми рынками и экономикой. Принимая решение об инвестициях, я в первую очередь задаюсь вопросом, а где находится экономика, в какой фазе экономического цикла мы сейчас находимся, и уже исходя из вот этих гипотез относительно экономической динамики фазы цикла, принимается решение об инвестициях в те или иные отрасли, в те или иные компании. А мы, кстати, в какой фазе сейчас? Российская экономика в фазе болота. То есть это не цикл уже фактически? Это не цикл, да. Как же тогда инвестируют? Российская экономика – это длительная стагнация. Другое дело, что вот в этих экономических условиях, в этой экономической модели, которая у нас сложилась за последние несколько лет, есть очень явные бенефициары этого процесса. Это в первую очередь компании-экспортеры, поэтому, выбирая инвестиции в российские акции, ну, мне кажется, другого-то выбора нет. Бессмысленно пытаться что-то ловить, какие-то истории роста, что-то искать в компаниях, которые ориентированы на внутренний рынок, на потребительский спрос, когда мы видим, что на экспортеров льется просто гигантский поток нефтедолларов. И большинство этих компаний очень щедро делятся этими дивидендами с миноритарными акционерами. Поэтому, ну, сейчас здесь нечего. И рынок этот неинтересен. Вот Россию, что экономику, что фондовый рынок обсуждать совершенно неинтересно. Я думаю, вы сами тоже своим клиентам прекрасно знаете, что основной интерес, основной спрос сейчас смещается в сторону развивающихся рынков, в сторону инвестиций на западных рынках. Поэтому вот в Локоинвестии, где я сейчас тружусь директором по инвестициям, ну, мы где-то там еще с 2014 года начали постепенный, точнее, начали развивать экспертизу, погружаться в эту тему. А вот с прошлого года, после истории с Русалом, ну, вот этот тренд уже стал совершенно явным. И мы увидели такой всплеск, мощный всплеск интереса именно к инвестициям на Merger Markets. Поэтому основное, чем я сейчас занимаюсь в Локоинвестии, это управление портфелями Fixed Income на развивающихся рынках. Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР, Турция. Вот это те страны, которые, ну, где есть жизнь, где что-то интересно инвестировать, где масса новых идей. Ну, в Турции особенно сейчас жизнь на Fixed Income. Я даже не знаю, как ее охарактеризовать еще другим словом. Очень все живо, только пока не очень хорошо. Если говорить про ваш портфель акций, я правильно понимаю, что это некоторый диверсифицированный портфель российских экспортеров. При этом вы считаете, что тот кэшфлоу, который они получают, он настолько хорош, что он перевешивает, в вашем понимании, риски, скажем, санкций дополнительных или риски политические, риски внутренней атаки какой-то, как было уже с целым рядом наших экспортеров и так далее. Да, вот эти риски, которые вы перечислили, я оцениваю как не очень высокие. Главный риск при инвестициях в акции российских компаний-экспортеров – это, в первую очередь, риски, связанные с глобальной экономикой, с глобальной рецессией. Ну, то есть циклический спад, безусловно, приведет к серьезному падению стоимости вот этих инвестиций. Ну, поэтому я говорил, что в своей работе уделяю очень большое внимание вот именно макроанализу. И неинтересно, в какой фазе находится российская экономика, она вот в такой фазе. Интересно, где мир, интересно, где экономика США. Вот это, наверное, если говорить о моих сейчас научных интересах, то это, наверное, наиболее такой важный вопрос. Под видом интервью буду получать у вас полезную информацию. А экономика США находится в какой фазе? Знаете, я вот несколько месяцев после ухода из министерства занимался исследованиями на эту тему. И в прошлом году, в октябре, начал курс семинаров, которые так назывались прогнозные индикаторы бизнес-циклов и поведения финансовых рынков в тех или иных фазах цикла. Вот первый семинар, который я провел в октябре, там вывод был однозначен. Пик, скорее еще, мы очень близко к пику, точнее экономика США очень близко к пику, но разворот, скорее всего, еще не произошел. То есть это не очевидно. И вот в этой фазе, в отношении готовить семинары, я посмотрел все-таки большую достаточно историю, там под 100 лет, различных рядов, характеризующих и бизнес-циклы, и поведение рынков. Вот рынок акций, он обычно встречает все-таки начало рецессии близко к хаям. Да, за определенное время до начала циклического спада в экономике возрастает резко волатильность. Но вот все провалы до начала вот явной рецессии, все эти провалы, как правило, всегда выкупаются. Поэтому вот в октябре у меня была однозначная рекомендация, вот те, то падение, которое мы видим в Штатах, скорее всего, рынок все-таки восстановится. Вот я не думал, что хаи переставит, как вот произошло этой весной. Но не было ощущения, что там история закончилась. Сейчас, исходя вот из набора основных индикаторов, которые я вижу, мне кажется, что рынок, а точнее экономика США все-таки вошла в стадию замедления. Вот пик цикла пройден, и мы сейчас, экономика США движется в сторону замедления. А почему вы используете фонд? Мы не будем его называть, чтобы не рекламировать. Почему вы используете фонд, а не инвестируете напрямую в какие-то бумаги? Ну, знаете, у меня просто очень широкий круг интересов. На все не хватает рук. И когда доверительное управление – это слово «доверять». Вот если у вас есть управляющий, кому вы доверяете, четко знаете, что он делает, как делает, и верите ему, то, мне кажется, это хороший инструмент для инвестиций через фонд. А вы часто доверяете управляющим? Нет, редко. Я знаю единицу. Вот очень сложно говорить об этом с непрофессиональными инвесторами, потому что они используют какие-то свои субъективные критерии. Вот это как раз тот случай, когда можно поговорить об объективных. Как вам кажется, какие объективные критерии выбора управляющего? Вот вам нужен некий продукт, у вас не хватает времени. Как вы будете выбирать управляющего? Ну, мне кажется, все равно, чтобы отдать деньги в управление, ну, здесь можно разные подходы. Можно просто диверсифицировать, то есть раскидать по нескольким управляющим компаниям, по нескольким фондам, собрать по ним статистику, посмотреть, какой лучший коэффициент и прочее. Какие коэффициенты? Сейчас мы, поскольку говорим, с аудиторией, которая не очень в этом понимает, какие коэффициенты тогда используются? Ну, соотношение риска и доходности. Условно говоря, ну, коэффициент шарпа. Типа таких коэффициентов. Ну, посмотреть, насколько устойчивую доходность показывает фонд. Какое время вы бы использовали? Какой период? Я думаю, правильнее это где-то смотреть последние пять лет. То есть все-таки желательно, чтобы управляющий пять лет проработал? Ну, желательно, чтобы он имел намного более серьезные опыты работы. Просто не у всех есть такой опыт публичный. И все-таки, да, нужно понимать, вот я бы никогда свои деньги не отнес обезличенному управляющему в крупную управляющую компанию, не зная, кто лично будет управлять твоими деньгами и принимать инвестиционные решения. А как вы проверяете дальше? Вот вы отдали деньги управляющему, вы как профессионал, как часто вы смотрите на результат? Ну, знаете, я сам деньги, в общем-то, не отдаю управляющим. Это та история, о которой я рассказал, что часть денег размещена в ПИФ, которому управлять просто мой хороший знакомый, с которым я очень давно общаюсь, и я понимаю логику его инвестиционных решений. Мне вот, я понимаю, что с этой стороны рисков не будет, его не занесет. Ведь при управлении активами, насколько бы вы правильно все не проанализировали, насколько бы вы правильно не понимали процесс, очень важен вот момент психологической устойчивости управляющих. Ну, это все люди, и в какой-то момент, ну, человек может снизить требования к рискам. Поэтому, да, очень хорошо, когда выстроена система, есть инвестиционный комитет, который контролирует вот как раз человеческий фактор, но полностью от него все равно не уйти. Потому что если вы управляющего ограничите, обложите флажками со всех сторон, он не сможет качественно управлять. И все равно элемент субъективности, вот элемент человеческого риска, он присутствует всегда. Поэтому и нужно вот понимать, насколько тот человек, которому вы отдаете деньги в управлении, насколько он вот системный, насколько он подвержен вот таким каким-то флуктуациям настроения. Вообще, вот если отвлечься от конкретных продуктов, конкретных рынков, конкретного года даже, для себя, какой уровень годовой доходности вы бы сказали, что он хорош? Вот в таком общем макропространстве сегодняшнего мира. Ну, если это валюта, то мне кажется сейчас и я лично, и, наверное, большинство с кем я общаюсь, ориентирован на доходность 5%. Если у вас есть по году в долларах 5%, это уже замечательно. А что было бы очень плохим в году? Обратный вопрос. Плохой – это отрицательная доходность. Любая отрицательная. Любая отрицательная, все, что положительно – хорошо. В прошлом году у вас положительная была доходность в экстенке? В прошлом, ну, по каким-то вещам отрицательная, но вот что касается российских акций, они в прошлом году вытянули. То есть фактически это еще и диверсификация с точки зрения классов актива получается. Логично. А кроме вот этих совершенно конвенциональных портфелей, у вас есть или были какие-то инвестиции, может быть, не очевидные для вас? Может быть, что-то, что вы бы сейчас, например, не сделали, или бы это произошло по случаю, что-то интересное, что-то разовое? Ну, наверное, покупка недвижимости в нулевых. А вы считали это инвестицией? Нет, я скорее покупал для себя на стадии котлована. Но доходность, которую принесла эта инвестиция, потом это оказалось инвестицией, потому что я переехал в другую квартиру и не стал жить в этой. Но, конечно, доходность, которую обеспечила вот эта покупка, это, я думаю, в ближайшие десятилетия вряд ли повторится. Вы не инвестируете в стартапы, в какие-то альтернативные направления, альтернативные классы? Очень бы хотелось этим заняться, но пока еще не дошли руки. И ваша компания тоже? Нет, Логинвест, он сфокусирован только на рынке облигаций, российском и зарубежном. А почему, интересно? Почему такая узость? Вроде, когда есть клиент, значит, надо увеличивать продуктовую линейку по закону Маркетинга. Ну вот сейчас все усилия брошены на выращивание экспертизы, именно на развитие экспертизы, именно на западных рынках. Ну, наверное, пройдем этот этап, приступим к следующему. Нельзя все сразу объять необъятное. Ведь на самом-то деле, ведь еще буквально несколько лет, лет назад, интерес российских клиентов к инвестициям на западных рынках был очень ограничен. И большинство наших клиентов говорили о том, ну вот эти российские компании, я их знаю, я там акционеров многих знаю, с кем-то там даже близко общаюсь, я здесь понимаю риски, а вы мне там советуете какие-то Вали, Пимексы, еще какие-то, кто это такие, зачем? У меня эти риски непонятны. Сейчас ситуация изменилась в корне. Многие вообще не хотят видеть российский риск в своих портфелях. И логика уже какая, что, ну, у меня и так на Россию очень большой экспозер. У меня здесь и бизнес, и дети, семья, денежные потоки здесь зарабатывают. Ну, давайте я буду инвестировать там. Поэтому, мне кажется, вообще сейчас на российском рынке, даже у самых крупных домов, у них очень серьезный дефицит в плане экспертизы. Вот почему мы блок инвест и занялись сейчас так плотно, именно аналитической частью этой работы, потому что мы видим дефицит идей, видим дефицит экспертизы. И преуспеют, мне кажется, здесь вот именно те, кто смогут выстроить наиболее качественную экспертизу. Сейчас ее в достаточном объеме, по моим ощущениям, нет. А в области акций на мировых рынках вы не планируете работать? В настоящий момент нет, но ситуации, рынки меняются. Еще несколько лет назад мы говорили, там особого спроса на евробанды с emerging markets не было, а сейчас это, по сути, базовый тренд. Интересно, но у вас же, как у макроэкономиста, есть наверняка мнение и о других активах, вот криптовалюты, например. Что вы думаете про то, что происходит там? Я не так глубоко погружен в эту тему. Мне кажется, главная проблема развития вот этого рынка это все-таки регуляторные ограничения. Ну, сложно представить, чтобы криптовалюты стали распространенным средством платежа в большинстве стран. Пока регуляторы скорее останавливают этот процесс, и вот пока здесь не произойдет, вот прелома, наверное. Я не понимаю еще, как оценивать криптовалюты, где вылью. Да, можно оценивать по костам стоимость майнинга, но какой вылью в этих валютах, вот совершенно непонятно. А как вам кажется, они приобретают характер резерва, или они будут скоррелированы с основными рыночными классами активов? Если будет большая коррекция, что будет происходить на рынке того же биткоина? Ну, статистические, самые простые статистические исследования показывают, что биткоин ведет себя последние несколько лет скорее как такой индикатор риска. То есть у него наиболее высокая корреляция с наиболее рискованными классами активов. Вот, поэтому, вот, кстати, тот скачок биткоина, который произошел за последние несколько недель, признаюсь, он во многом удержал меня от закрытия позиций в хаилде и от выхода из рисков. На мой взгляд, вот этот скачок – это индикатор того, что аппетит, глобальный аппетит к рискам остается очень-очень высоким. Для меня биткоин – это пока вот, скажем, как индекс фикс или как японская иена. То есть такие очень хорошие индикаторы, показывающие глобальный аппетит к риску. То есть в данном случае нельзя говорить о сохранении денег в криптовалютах, когда она будет коррекция. Скорее всего, они будут корректироваться так же, как наиболее волатильные активы. Я думаю, намного сильнее. А золото? Ну, золото есть историческая, в общем-то, закономерность, что стоимость золота, она обратно пропорциональна реальным процентным ставкам. Поэтому золото, в моем понимании, это высоко рискованный актив, который, в общем-то, ведет себя как традиционный коммодитис. Поэтому, если в следующем цикле ставки в Штатах вновь уйдут к нулю, а то и ниже нуля что-то уже исключать нельзя. Точнее, не в следующем цикле, а в период следующей рецессии. В момент рецессии. Да, это, скорее всего, вызовет скачок цен на золото. А если ставки, наоборот, начнут расти дальше в какой-то момент, то... Надо смотреть за инфляцией. Золото обратно пропорционально реальным ставкам. То есть, если ставки существенно будут расти при контролируемой инфляции, золото будет терять свою инвестиционную привлекательность, и динамика, скорее, будет вниз. Вы все-таки экономист, да? Наверное, так можно говорить. И, соответственно, часть некой экономической школы. Есть у вас какие-то люди, у которых вы учились, которые кажутся вам, если не кумирами, то, по крайней мере, такими лидерами мнения? Чье мнение вы используете, или на чьих методах и идеях вы базируете свое инвестиционное действие? Из тех экономистов, к кому я прислушиваюсь и чье мнение для меня весомо, ну, это всем известные люди, имеющие признание на Западе, мировое признание как экономисты, Сергей Гуреев, Константин Сонин. К сожалению, экономическая наука, вот тот же Гуреев, он же создал отличный рэш, качественный, просто великолепное образование. Я вот в своей деятельности, ну, наверное, человек сто аналитиков взял, прособеседовал и несколько десятков взял на работу. Вот для меня рэш, это всегда была такая планка качества, и это действительно подтверждалось потом. Но вот последние, там, наверное, годы все-таки экономическая наука, мне кажется, она деградирует. Ну, это вы говорите про Россию. Про Россию. Какие-то западные имена, скажем, ориентируются вы на кого-то там? Западные экономисты, ну, вот для меня явилось, конечно, откровением вот эта работа о Симоглу, но я думаю, она и многим просто взорвала мозг. Мне кажется, это одна из самых важных таких научно-популярных экономических работ последнего десятилетия. Почему одни страны богаты, другие бедны. Why? Нашин фейлс. Мне кажется, важнейший труд. Да, собственно говоря, все нобелевские лауреаты последних лет, все их исследования, они достойны интереса. И вот в условиях дефицита экономической мысли внутри страны, ну, конечно, обращение к западным именам, к западноэкономическим мыслям сейчас основное. А чего аналитику вычитается? Вот какие-то такие повседневные вопросы. То, что вы используете в своей работе по конкретному поиску инвестиций. Ну, я просматриваю аналитику глобальных инвестдомов. К сожалению, в России этот рынок, он также очень существенно сжался. И сейчас у нас серьезных аналитических команд, которые занимаются именно исследованиями, их осталось не так много. И вообще, мне кажется, вот инвестбанковская аналитика, она мигрирует в сторону такого сейлса, вот классический сейлспойнт. Если вы помните, начало нулевых, вот тройка диалог, где вы работали, ну, это же просто с наслаждением. Там, сто-страничный обзор по российской нефтяной отрасли, который просто там открывал глаза инвесторам на что-то новое. Это было приятно читать, изучать. Сейчас аналитика, это в основном вот некие такие идеи, тупейджеры. беги покупай или продавай. Да, мне кажется, это характерно и не только для российской аналитической мысли, потому что вот та аналитика, которую я регулярно просматриваю западных, там, Голман, Акс, Акс, ЮБС. Но вот чего-то нового, оригинального тоже встречается очень мало и крайне редко. В основном это модели уже, которые много лет аналитики используют, мониторинг, всем известные имена. Не сказать, что вот у меня сейчас эта аналитика вызывает какой-то такой большой интерес, как это было еще 10 лет назад. Поэтому я, наверное, больше не читаю аналитических исследований, я больше сам пытаюсь этими исследованиями заниматься. Ну, источники Bloomberg Reuters, базы данных. Мне вообще кажется, что вот сейчас вот те же Reuters и Bloomberg, они, по сути, вытесняют профессию аналитика, потому что хорошему аналитику становится достаточно в совершенстве овладеть тем функционалом, который заложен в этих системах. Там сейчас заложены мощнейшие аналитические инструменты, многое считать уже самому не надо, нужно уметь просто качественно этим пользоваться. Ну, тут я уже не соглашусь, поскольку мы очень много занимаемся, естественно, тоже аналитикой в нашем инвестиционном процессе. Очень много чего нет в Reuters и Bloomberg. Да, я не спорю, очень много чего нет. Контакт напрямую с компанией крайне необходим. Но сравните то, что было 10 лет назад и то, что сейчас. Это другой вопрос. Достаточно сильно волнует всерьез вопрос о соотношении важности фундаментальных оценок и бихеварийских. Что очень многое мне подсказывает, что мы все-таки покупаем и должны покупать не ту инвестицию, которая должна стать дороже, а ту, которую купят дороже. И это вопрос психологии, а не цифр. Насколько вы пытаетесь выйти за пределы стандартного фундаментального анализа? Вот меня этот подход, я его считаю порочным глубоко и стараюсь все-таки избегать. Да, я знаю, что рынок так работает. Я знаю, что есть понятие модных, тем, которые, как правило, очень перегреты и заманивают инвесторов, ловушку. Ну, что называется, проходили. Вот мне это неинтересно. Мой подход это все-таки фундаментальный взгляд и понимание выявил. Я, наверное, не спекулянт в душе, я больше исследователь. Напоследок, если можно, задам вопрос личный. Как бы вы отнестись к тому, что ваш сын или дочь, ваш ребенок захотел бы заниматься тем же, чем занимаетесь вы? Я бы только это приветствовал. Мне кажется, это очень интересно, это интеллектуально. Поэтому я бы такую работу только приветствовал. Такой выбор ребенка только приветствовал. И в том числе вот этой работой есть будущее на десятилетия вперед? Я думаю, да. Это управление активами, это, мне кажется, вечная тема. Кирилл Тримасов классический экономист. Но, что самое главное, успешный и опытный экономист. Тот экономист, который не боится делать прогнозы, и его прогнозы чаще всего сбываются. Именно поэтому к его классическому, консервативному, я бы даже сказал, старомодному подходу к инвестициям нужно относиться всерьез. Этот человек знает, что он говорит, знает, что он делает, и, может быть, он не принесет безумных прибылей своим клиентам, но уж точно не потеряет их деньги. И на длинном горизонте, скорее всего, его клиенты будут получать более хороший результат, чем клиенты многих молодых и неопытных менеджеров. Сегодня мы говорили об инвестициях с профессионалом, с человеком, который много лет работает на инвестиционных рынках, с Кириллом Тримасовым. С вами был Андрей Мовчан. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok